здравствуйте на портале экзегет мы вчитываемся в книги ветхого совета и как мы уже говорили чрезвычайное значение в ветхосоветном корпусе текстов имеет книги премудрости это учительные книги которым относится нет и несколько это и притчи и премудрости соломона и книга его к этому причисляется и кроме того книга премудрости иисуса сына сирахова книга которая называет конкретно автора текста и в ней говорится в предисловии того кто пишет то есть внук автора иисуса сына сирахова говорится и о времени ее создания она написана во втором веке до нашей эры но в еврейский канон сащанов писали не входит почему называется неканонической или второканонической книгой в предисловии к тексту который переводит на греческий язык внук иисуса сына сирахова он дает такое пояснение переводчик есть имеете снисхождение к тому что в некоторых местах мы можем быть погрешили трудясь над переводом ибо не одинаковый смысл имеет то что читается по-еврейски когда переведено будет на другой язык и не только эта книга наташа закон пророчества и остальные книги имеют немалую разницу в смысле если читать их подлинники прибыв в египет при царе эвергете и пробыв там я нашел немалую разницу в образовании между палестинскими и египетскими евреями много бессонного труда и знаний положил я чтобы довести книгу до конца и сделать ее доступную тем которые находясь на чужбине желают учиться из приспособляет свои нравы к тому чтобы жить по закону и так забота переводчика это донести подлинный текст ветхозаветного ветхозаветного поучения евреям которые не знают по-еврейски и живут в россии книга содержит многие сентенции ну и мы поговорим о некоторых и о том какое значение это имеют для всего ветхозаветного учения вот некоторые из них эти сентенции кстати хорошо было бы выписать и постояло перед собой держать настолько они точны по смыслу и для нас православных христиан всякая премудрость от господа и с ним пребывает вовек страх господень славы и честь и веселья и венец радости начала премудрости боятся бога и с верными она образуется вместе в очреве то есть вот премудрость божья должна как бы проникнуть самое наше существо страх господень нагоняет грехи не имеющий же страха не может оправдаться в учебном пособии по описанию ветхого совета священник геннадий егоров отмечает словосочетание страх господень только в первой главе этой книги с разных в разных вариациях повторяется семь раз венец премудрости страх господень а при этом мы читаем книги притчей другую фразу там написано начало премудрости страх господень как как уточняет отец геннадий противоречия здесь нет страх господень оказывается и началом и венцом премудрости и при этом он ссылается на суждение преподаванного максим исповедника ведь мы знаем что какое тут может быть может быть найти против противоречия с новым заветом выражение начала премудрости страх господень помните что пишет апостол иоанн богослов в любви нет страха на совершенную любовь изгоняет страх ты как же совершенную любовь то есть абсолютную любовь богу изгоняет страх или начало и венец премудрости страх господень преподавали максим исповедник объясняет что под страхом божиим следует понимать несколько явлений он говорит так максим исповедник двояк страх божий один рождается от угрозы наказания другой сопряжен самой любовью производя в душе благоговения дабы она душа то есть не впала пренебрежение к богу то есть один страх наказание другой от падения один начальный другой конечный так что и начала премудрости и венец премудрости страх господь слова желаешь премудрости соблюдай заповеди и господь даст ее тебе эти слова из книги премудрости сына сирахова очень перекликаются со словами спасителя из прощальной его беседы как она описана в 14 главе евангелия то она кто имеет заповеди и соблюдает их тот любит меня а кто любит меня тот возлюблен будет отцем моим и я возлюблю его являюсь ему сам духовный смысл многих наставлений ветхосоветного книжника иисуса сына сирахова вполне соответствует христианскому опыту например сыр мой если ты приступаешь служить господу богу то приготовь душу твою к искушению управ сердце твое и будь тверд и не смущайся во время посещения прилепись к нему и не отступай дабы возвеличится тебе напоследок все что не приключится тебе принимай охотно и в превратности к твоему уничижения будь долготерпелив ибо золото испытывается в огне а люди угодные богу в горнили уничижения вот садить слова могут навести на мысль и по некоторым признакам текста это как-то подтверждается что книга его составлена была приблизительно близкое время к тому когда написана была книга иисуса сына сирахова есть и такие житейские наставления сын мой веди дела твои скротостью и будешь любим богоугодным человеком много высоких и славных но тайны открываются смиренным ибо велико могущество господа и он смиренными он смиренными прославляется как в евангелии от матфея смиренным дает благодать или вот так в четвертой главе книги сирахов не противоречь истине и стыдись своего невежества не стыдить исповедовать грехи твои и удерживай течение реки то есть не удерживай порыва исповедоваться в грехах это очень напомнит нам первую главу евангелия от марка где было сказано как вы помните что иоанн креститель крестил и к нему приходила вся окрестность исповедовать грехи свои это было в общем нормально для людей искренне верующих не удерживать порыва и приходить к тому кому доверить можно свою исповедь или сыр мой не сея на бороздах неправды и не будешь всем раз более пожинать с них но действительно что посеешь то и пожнешь вернее пожнешь всем раз больше многие советы сына сирахова близки новосоветным заповедям и по учениям пророков например и к бедному простирает руку твою дабы благословение твое было совершенно не устраняясь от плачущих и сетую еще беседой не ленись посещать больного ибо за это ты будешь возлюблен во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь это очень напоминает нам двадцать пятую главу евангелия от матфея где говорится о страшном суде и о посещении больных и заключенных и окромление бедных и матфей объясняет нам почему нужно помнить о конце потому что матфей говорит о встрече с богом который будет воздаянием праведным которые станут по правую руку его но и предчувствие воздаяния и еще не в прямую когда говорится о суде божьем по втором пришествии о близости к богу тех кто милосерд говорит как мы видим и строчка из книги иисуса сына сирахова конечно там можно найти такие суждения которые ближе к скром к строгому законничеству чем на заветному милосердию номер такая есть фраза если ты делаешь добро то знай кому делаешь и будет благодарность за твои благодеяния делай добро благочестивому и получишь воздаяние если не от него то от всевышнего давай благочестивому и не помогай грешнику помните есть в притчах тоже подобное поучение пусть милостынь этого не особо потеет в кулаке твоем прежде чем ты ее дашь то есть подумай но это все-таки противоречит и его же иисуса сына сирахова по учению вот какому не укоряет человека обращающегося от греха помни что все мы находимся под эпитемиями то есть должники перед богом есть такие сентенции сыр мой не берись за множество дел при множестве дел не останешься без вины и если будешь гнаться за ними не достигнешь а убегая не убежишь сын мой при благотворениях не делай упреков и при всяком даре не оскорбляй словами поэтому не вышли доброго даяния слова а у человека доброжелательного и то и другое глупый немилосердно укоряет а подаяние неблагорасположенного и сушает глаза очень ценное указание можно дать но так дать что человеку бедному взять не захочется или вот такое наставление очень важные с точки зрения духовные прежде нежели молиться приготовь себя и будь как человек искушающий господа или иначе не есть мудрость знания худого или так если человек который постится то есть кается за грехи свои опять идет и делает то же самое кто кто услышит молитву его стоит помнить нам православным христианам которые склонны повторять одно и то же одно и то же на исповеди полагая что сам факт такого исповедания человек очищает нет человек очищает от грехов усилия ведь слово покаяние сейчас обратимся уже от книги иисуса сына херахова православному опыту слова покаяние означает перемена сознания перемена всего существа деятельного в нас мало сказать я тем-то и тем-то грешен покаяние это когда побежден грех нас еще говорит иисус ансирахов очень существенная для всякого человека держись совета сердца твоего ибо нет никого для тебя вернее его душа человека иногда более скажет нежели всем наблюдателей сидящих на высоком месте для наблюдения прославляя и премудрость сына херахов указывает на видимые плоды ее в жизни человека тремя я украсилась и стала прекрасную пред господом и людьми и там говорит как от имени премудрости это единомыслие между братьями и любовь между ближними и жена и муж согласно живущие между собою подвелите меня с премудрости как мы слышали страх божий но без премудрости ее украшение это любовь которая снимает все зло а где зло там нет премудрости однако премудрость это все-таки не просто руководство для благочестивой жизни и ею действует сам все решитель и сына сирахов так начинает свою книгу всякая премудрость от господа и с ним прибывает во век и прежде же всего произошла премудрость и разумение мудрости от века источник мук премудрости слова божия и шествие и вечные заповеди тут мы должны заметить так для сара сирахова это означает что премудрость воплощена в законе вот закон для него есть явление мод премудрости божией он так об этом выражается кому открыт корень премудрости и кто познал искусство ее один есть премудрый весьма страшный сидящий на престоле своем господь он произвел ее и видел ее и измерил ее и излил ее на все дела свои и на всякую плоть по дару своему и особенно натерил ее любящих его и вот эти слова очень прикликаются со словами апостола павла кремленом из 11 главы вот причем 33 стих о бездна богатства и премудрости и ведь не божья как не постижимы судьбы его и не следим и пути его иисус и сирахов посвящают премудрости вдохновенный гимн это 24 глава под его книги вот некоторые стихи из него от имени премудрости речь я вышла из уст всевышнего и подобно облаку покрыла землю я поставила скинью на высоте и престол мой в толпе облачном я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездн водах море и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владения между всеми ими я искала успокоения и в чьем наследие подвориться мне тогда создатель всех повелел мне и пришел произведший меня указал мне покойное жилище и сказал поселись в иакове и прими наследие в израиле то есть для иисуса сами сирахова носитель премудрости народ удостоивший куда стояли простить народ удостоенный встречи с богом это из израиль и это вот сладость премудрости ее жажда ее как некого высшего блага можно сравнить псалмом давида который говорит слаще меда закон мой в устах моих и то что жажда премудрости ненасытима мы читаем этом же гимне я как виноградная лоза произращающая благодать и цветы мои плод славы и богатства приступите ко мне желающий меня и насыщайтесь плодами моими ибо воспоминание обо мне слаще меда и обладанию мною приятнее медового сота едущий меня еще буду толкать и пьющий меня еще будут жаждать конечно мы знаем что ипостасная премудрость слова божия сын божий говорит о том как им уталяется жажда а тут говорят сказано жажду и при пьющий меня будут жаждать опять но это тоже не противоречия потому что жажда премудрости действительно ненасытима и в вечности богопознание она не ограничена временем а ты есть высшее благо человека встретившего бога лицом к лицу последняя глава книги иисуса сына сирахова 51 это молитва его вот из этой молитвы возьму две строчки и я вознес от земли моление моя и молился об избавлении от смерти возвал я господу отцу господа моего чтобы он не оставил меня в одни скорби когда не было помощи от единодменных так вот возвал я господу отцу господа моего такое мессианское прозрение подобно тому как во втором псалме давида разве ищу определение господь сказал мне ты сын мой я ныне родил тебя или в его же псалме 109 сказал господь господу моему сидя десну и меня такой ли положу врагов твоих под нож и ног твоих вот таких мессианских прозрениях петхозаветных учителей пророков особенно подтверждает свое единство обоих заветов до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео